На обратном пути у нас в планах было заехать в Кондопогу, посмотреть удивительную церковь, которая расположена прямо на берегу Онежского озера. Замечательная церковь. По четыре венгелиста по уголкам. Третий у нас можно посмотреть в трапезной, а четвертый можно посмотреть в синях. Окна здесь расположены в два уровня, для того, чтобы в любое время храм освещался. Решетки на окнах. И вот здесь у нас на дверях находится старинный закованный замок. Это у нас в селе Кончезера была большая кузница. Это ковалось там. Ну вот ключники были у них вот такие ключи. Это вот от таких замок. Замок в действии, но ключа, конечно, нет. У нас сейчас аналогом делают такие замочки. Немножко поаккуратнее. Это на машинные гаражи, на машинные. Только здесь были ключи бородковые. Прикиньте, такой ключик. А у нас делают просто гвоздик нарезной. Ничего себе вот это. Дальше. Так, по иконам я сейчас расскажу. Это, ну, это здесь есть Денисот Христос. Вторая икона с этой стороны. Это икона нашего храма Успения. С этой стороны у нас Тихвинская икона Божьей Матери. Это икона у нас с историей. Она где-то много очень лет гуляла. Если на нее посмотреть поближе, на лице у нее есть проколы. Ее потом вернули в приход. Прихожане, видимо, кто прятал икону. Вот это, вот это, да. Да. Ее приход отреставрировал. Она заняла свое место. Второй ряд у нас идет. Это праздный ряд. В этом праздном ряду у нас сейчас не хватает одной, как иконы. Она у нас на реставрации. Вот. Которые пустые места, это иконы утрачены. Утрачено у нас 13 икон. Пять икон у нас, говорят, Петрозаводский музей искусств. 13 икон утрачено. Третий ряд, это праздный ряд. Ой. Второй праздный. Третий, это у нас 12 апостолов. А четвертый, ну, каждый раз посетители мне даже скажут, как называется. А мы не знаем. А я не знаю, потому что я неверующий человек, как бы, вот по иконам. Это я просто так рассказываю, что общее. Рамы, как у нас сделаны, полностью из дерева. Гипсовый лепнин у нас здесь нет. Это мягкая порода дерева, гиппы или осина, которую можно выкрутить, вывернуть, вырезать с ним, что хочешь. Каждый элемент этой рамы сделан отдельно. И все это на деревянных нигелечках так насажено. Если по орнаменту смотреть, это наша морожка. Ну, знаете, как учебник, учебник смотрит, это наша морожка. Вот. Что еще вам нужно сказать? Ну, вот у нас... А вот эта маленькая икона, там, это... Вот эта икона, это наша икона. Старинная тоже, да? Наша икона, это вот, она всегда лежала здесь у нас. Ага. А здесь службы проходят? Здесь проходит один раз в год молебен. 28 августа, это в успении. Не заходи в алтарь. Нельзя туда заходить. Ну, мужчина вообще можно, женщина нельзя. Да, вот эта икона кричала. Это просто в прошлом году на успение. Нам вот эту положили, но мы и не меняем. Потому что церковники приезжали, вложили. Мы ничего не меняем. Дальше, значит, у нас говорят, как это храм, 240 лет храмов. И вот в таком состоянии остался. Это сейчас вот у нас древесину, лес, пили. А раньше его рубили. А рубили, это как карандаш затачивали. Поры закрыты были. Древесина гладенькая. Смола, женица оставалась в древесине. Ее мочили. Два сушили, а потом возводили. На строительстве этого храма есть бревна используемые, которые подвестили. Ну, это сколько смогли по кольцам посчитать. Кругом будете обходить, увидите. Ну, торцы, естественно, расщеперят. Не насчитаешь много. А так все рублено топором было. Ох, топор. Что еще? А, с этой стороны у нас находится икона страшного суда. Эту икону писали в этом храме. Она эту храм не покидала. Большей части этой иконы, конечно, нет. Здесь еще, если смотреть по архивным фотографиям, которые там висят, здесь еще должно находиться четыре иконы. Здесь еще вставка нужна быть и с этой стороны. Заклеены. Это у нас у реставратора. Ну, как бы для того, чтобы она не осыпалась и сохранить для потомков. Вот в кижах в зимнем храме можно увидеть полностью отреставрированную икону. Если верить нашим экскурсоводам, которые вот туда ездят, в кижи, то у нас одна там женщина приезжает, все время рассказывает туристам, что реставраторша ее реставрировала 15 лет такую жирку. И, как я говорила, гипса здесь нет. Это рыбий жир, яичный белок, мука костная, наверное, вот. И с добавлением сахарного песка. Сахарного песка. Да, 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 песка, пескаричного песка. Поэтому, если на ощупь ее потрогать, этот орнамент, он как наждачная бумажка, такой шершавенький. С этой стороны у нас находится старинная икона. Эта икона перешла в этот храм. С храма, который до этого был. Который сгорел. Поэтому у нее есть обугленный кусок иконы. Эта икона по письму, это ближе к вам. Там Питер пишет так иконы. Видимо, какой-то Питерец тут заблудился. Эта икона самого молодого апостола Филиппа. Детки, когда приезжают у нас. Ранее церковь служила еще центром общественной жизни. Здесь заключались торговые договора, сделки. А сейчас используются как музеи. Здесь хранятся письма старые, фотографии, истории жизни села. Какие бревна-то. На камнях, без фундамента. Без фундамента, на камнях. Смотри, баржа идет. Он с лесом. И как жаль, что через две недели после того, как мы вернулись, мы услышали, что церковь сгорела. 15-летний парень облил бензином. И, в общем-то, когда приехала пожарная команда, почти ничего не осталось. Вы видели снаружи громоотвод, но, к сожалению, он никак не спасет. Ага, вижу. И землю не ходит. Это громоотвод, чтобы он не сгорел. И. 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 Продолжение следует...